и снова всем welcome это снова я как видите у нас все продолжается карантин и сегодня речь у нас пойдет про права в японии решил рассказать более подробно у меня до этого уже был видео о правах и сейчас будет более подробное видео про то что же делать когда вы приехали в японии с правами как получить их насколько их выдают где обучаться и а также подойдут ли наши права для езды по японии значит начнем с того что даже если у вас есть загранправа загранправа это такая вот книжечка там выдается разных языках там в том числе на английском там на японском может быть могу сказать что данный вид прав для японии не подходит если вы живете там в россии или в странах снг которые якобы когда-то были в каких-то шестидесятых годах там конвенции подписывали еще что-то не в общем это все дело вообще никак не канает в японии с российскими загранправами вам откажет в в любом прокате только если они не в курсе не разбираются особо в законодательстве и в правах в том числе они могут вам сказать что ну как бы да сначала вроде согласиться но если они проверят это все дело подтвердится что они не имеют права выдавать вам вам откажет значит но при этом если вы приезжаете в японии на долгий срок как студент или как по работе то я вам рекомендовал привести с собой свои права загранправа ну или даже просто российские права для того чтобы тут японии пересдать на японские права как это делается значит у меня есть подробно отдельный плейлист об этом но вкратце значит сначала вам нужно будет сделать перевод российских прав на японский язык это можно сделать самому заверив его в посольстве это же можно сделать и в японской ассоциации автомобилистов это джав за 3000 йен там по моему они делают перевод и заверяют и также это можно сделать в как его в любой другой конторе который занимается переводами ну то есть тут как бы все на ваше усмотрение где вам удобнее я например делал в японской ассоциации автомобилистов и это достаточно просто далее значит когда вы уже получили необходимый перевод вы с ним идете в контору по пересдаче японских прав это как там exchange driving license и что-то такое то есть есть специальные фирмы которые занимаются ну точнее специальная организация в японии которая занимается непосредственно нам пересдачей с значит пересдачей экзаменов для водителей то есть они сначала вас но вас просят принести кое-какие документы то есть это там справка с места жительства ваша ваше удостоверение личности в японии это и на карта иностранца и также ваш непосредственно но как бы перевод прав на японском языке когда вы приходите вы изначально должны выбрать на какой транспорт вы хотите сдать то есть там существует вариации если у вас были права на обычный легковой автомобиль то вам предложат в два варианта автомобилей первый это механическая коробка и второй с автоматическая коробка передач ну как вы можете догадаться механическая и автоматическая коробка передач значит сдается экзамен сначала вы должны сдать экзамен на компьютере на компьютере сдается экзамен достаточно просто вы вы даже можете выбрать там свой язык на котором вам удобно сдавать минут я выбрал русский если вы там из другой страны можете выбрать язык этой стороны далее вам выдают на и также вы должны заплатить там что-то около там тысяч или двух тысяч иен за этот экзамен если вы сдали не сдали неважно то есть каждый раз по 2000 платить но там достаточно просто 10 вопросов на русском языке с ответами да нет все достаточно элементарно следующее вас просят приехать на уже практический экзамен в центр переэкзаменовки если вы в токио то этот центр находится в городе фучу если вы в и когами или как к нога вида то этот центр находится уже в другом месте то есть это вам лучше узнавать в непосредственно на сайте или же спросить там в этом центре где вы будете сдавать теоретический экзамен значит когда вы сдали все но все вам выдает результат что все вы можете как бы и ехать в этот центр переэкзаменовки и регистрироваться на практический экзамен регистрация на практический экзамен происходит достаточно просто там обычно два раза в неделю вот я расскажу про фучу там сдается экзамен два раза в неделю примерно вторник четверг в обед где-то так около там 12 или часу там не знаю сколько то есть либо есть там другой вариант по моему с утра до обеда и с обеда до вечера так вот есть вы приезжаете регистрируйтесь и пытаетесь сдать соответственно там сложность именно в алгоритме сдачи алгоритм сдачи не такой как у от россии он совершенно рандомный имеется ввиду но начало и конец одинаковые а середине вас могут пустить там вообще по-другому там все четыре вариации проезда четыре вариации сдачи этого экзамена там по разным путям и если кто-то сдал по одному вас могут по-другому например послать пути это все на выбор инструктора более подробно о том какой там алгоритм сдачи это вам конечно же лучше в посмотреть в интернете это все дело там будет написано могу сказать что там очень часто надо вертеть головой при каждом маневре вот и все остальное все ну как бы так не слишком сложно мне удалось сдать с первого раза но это не показатель потому что скорее исключение так как в основном все сдают обычно минимум со второго с третьего раза и после когда вы уже сдали вы идете получаете ваши права первые права выдаются на два года по-моему а то и может даже на год значит они такие зелененькие это тип как начальные права типа как ученика зелененького цвета значит после года когда год прошел вы значит это приходите с этим же 6 этими же правами снова в центр этот переэкзаменовки слушайте там лекцию двухчасовой фильм там показывают вы его прослушиваете просматриваете и вам выдают потом листок типа теста такого ответа на вопросы вы должны там ответить ну и с этим листком вы потом значит с этими правами вы подходите меняете их на уже новые права вот нам выдает уже следующее синие права там на три года там помыли опять даже лет могут выдать когда я перезадавал на мотоцикл уже то вторые права которая получил после тех автомобильных зеленых я сразу получил синие синие права это уже как ну не как профессионального водителя но уже обычного водителя как это не как новичка то что новичок он с зелеными правами ходит так но все вот в принципе с этими правами вы уже можете ездить вы же можете брать в аренду уже можете значит покупать автомобиль все в таком духе какие дома есть интересны все аккуратненько высота правда перепады какие-то прям жесткие но сделано красиво интересно но это все что я хотел вам сегодня рассказать про водительское удостоверение в японии если у вас остались какие-либо вопросы задавайте в комментариях не забывайте подписываться ставьте лайки нас с вами был дэн до новых встреч у меня был дэн до новых встреч